Всем привет! В этом ролике я немного отвлёкся от мебели и попробовал восстановить старую советскую радиолу Contato 204. Её я нашёл в приложении Авито, в разделе электроника, музыкальные центры и магнитолы. Состояние, как видите, у него на 3 с минусом. Но и цена за такой раритет соответствующая. Всего 500 рублей. Как видите, таких винтажных ламповых аппаратов на Авито огромная масса. И ламповых не в смысле тёплых и душевных, а в том смысле, что в нём стоит ламповый усилитель. А значит, в него можно будет подключить электрогитару. Чем я, собственно, и займусь. Чтобы разобрать корпус, пришлось даже поискать соответствующие ролики по разборке. Но безуспешно. Пришлось разбирать по наитию, если можно так сказать. Все пластиковые части передней панели вплавлялись в отверстия, так что их пришлось высверливать. Как я уже сказал, я буду использовать его как усилок для гитары. Так что внутренняя антенна мне уже не понадобится. Весь корпус был собран на металлические планки и уголки. А также, будь они неладные, шурупы с плоской отверткой. Переднюю панель, внутреннюю стенку, полку для проигрывателя и дно я оставлю без изменений. Только лишь зачищу, заменю на дне отклеившийся шпон на дубовой и также оклею полку, предварительно очистив старый слой лака. Сегодня буду экспериментировать. Этот тяжеленный агрегат называется плоский термопресс. Раньше мы с женой использовали его для изготовления сувениров. В частности, для переноса различных надписей на футболке. Это было уже давно, и, если не ошибаюсь, этот процесс называется термотрансферный перенос. Давайте покажу сам процесс, возможно, кому-то будет интересно. В первую очередь, обычная футболка разглаживается в нем же. На плотере вырезается из специальной пленки нужный принт. Располагается в каком-нибудь месте на футболке и прижимается в разогретом до 150 градусов прессе на 15-20 секунд. По остыванию снимаем монтажную пленку, и все готово. Процесс примитивный, как и сам пресс. Из функций у него есть регулировка температуры и времени запекания, а также механическая регулировка высоты и силы прижатия. А это значит, что зажать в нем можно что-нибудь, что толще, чем футболка. Например, элементы корпуса нашей радиолы. Ну а точнее, в прессе я буду клеить шпон. Размер поля 40 на 60 сантиметров, так что почти все детали смогут полностью в нем поместиться. У него также есть толстый резиновый коврик, который позволит хорошо прижать шпон на всех неровностях. Чуть позже мы к этому еще раз вернемся, а пока поиграем в кружок радиолюбителя. Вот что я сделал по пунктам. Первое. Поменял кабель питания и вилку. Старая вилка чисто физически не влезала в розетку. Ну а кабель просто стрёмный был. На старом кабеле есть разъем, в котором находятся два предохранителя. В нем достаточно перепаять два контакта. Следующее. Это замена двух перегоревших лампочек для подсветки. Без них весь проект будет на смарку. Ну и последнее, что я сделал, это замена аудио входа для магнитофона. Он выглядит вот так. На аудиогнездо на 6,35 мм для гитары. Низкочастотные лампы на усилителе работают, так что менять их не стал. Но если они выйдут из строя, их оказывается не так сложно достать. У меня в местной радиолавке они есть даже в наличии. Одна стоит 550 рублей, другая 170. Проверить работоспособность я успел еще в разобранном виде. К сожалению, я не разобрался, какова выходная мощность, потому как кто-то пишет 1,5 ватта, а кто-то не менее 3 ватт. В общем, для моей игры на гитаре вполне себе сойдет. Я покрасил черные пластиковые решетки, предварительно высверлив из них серебристые вставки. Можно было покрасить и белый пластик, но у него я не смог извлечь алюминиевые вставки и логотип. Металлические элементы зачистил щетками от Детера и также покрасил черной аэрозольной эмалью. Возвращаемся к корпусу. Основой будет сосновый щит. Я нарезаю его по количеству и по размерам элементов с небольшим запасом и приступаю к шпонированию. Клей использую столярный ПВА-момент марки Д3. Наношу его валиком для обоев равномерным слоем, причем только на сосновый щит. Не выжидая ничего, укладываю шпон. Малярный скотч не помешал бы, конечно, но он внезапно закончился. Первый блин получился, как обычно, комом, потому как я выставил, ну уж слишком большую температуру. Настолько, что аж смола выступила наружу. Но в последующие разы установил 95 градусов и 5 минут времени запекания. И получилось вроде как отлично. Но, повторюсь, это всего лишь мой эксперимент. На следующий день все оклеенные элементы пошли в ЧПУ. Прямоугольные части можно было выпилить и на каретке, но на ней у меня не всегда получаются прямые углы. Так что от греха подальше лучше на ЧПУ, в нем я всегда уверен. Я немного закруглил углы на боковинах и сразу вырезал отверстия под динамики и пластиковую решетку. Что касается кромки, без утюга обойтись не получилось. Наношу клей на шпон и на сосновый щит, жду минут 5-7 пока клей не начнет подсыхать и после того проглаживаю утюгом. На круглых углах боковин принцип тот же самый. Главное не торопитесь. Дождитесь, пока клей высохнет. Края шпона подрезал канцелярским ножом. Покрывать буду маслом для столешниц от фирмы Linus. Оно уже заколеровано в цвет Black Coffee. Наношу его кистью с излишком. Через 5 минут убираю остатки масла бумажным полотенцем. На старых частях корпуса присутствовали элементы шип-фаза. Особой надобности я в них не вижу, поэтому на передней панели я их отпилю. Долго думал, на чем же будет стоять наш радиола и вспомнил, что в одном из предыдущих роликов я делал вот такие ножки-шпильки. Мне кажется, они здесь в самый раз. Большую часть пластиковых элементов пришлось приклеивать на суперклей. Надеюсь, его будет достаточно. Отсек, где находятся динамики, я обклеил поролоном, дабы ограничить блуждание звука по всей радиоле и сконцентрировать его в этом отсеке. К сожалению, я не успел к ролику отремонтировать проигрыватель пластинок, но в будущем обязательно это сделаю. А еще, может, подскажете, где можно найти иглы для звукоснимателя? Осталось поставить новые крутилки, ну и можно подрубать гитару. Ну а на этом все. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok